Национальные интересы Беларусь должна отстаивать всеми доступными способами. Это заявил президент Беларуси во время чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Как отметил глава государства, без хорошо подготовленных и оснащенных вооруженных сил не может быть суверенной Беларуси. Герои этого дня представляют разные ведомства за отличные успехи. В постижении армейской науки поощрили 16 человек. Кроме того, президент вручил очередные генеральские погоны. Офицерам вооруженных сил и МВД, представителям таможенного комитета и госбезопасности. О профессионализме, преданности и надежном тыле Алексей Адашкин. Деловая игра для серьезной в будущем работы. Управленческие кадры по линии МЧС в Беларуси готовят в университете гражданской защиты. Навыки здесь отрабатывают в условиях, максимально приближенных к реальным. Предполагаемое количество населения, попавшее в зону эфемического нарушения, как я сказал, 3 километра радиус, 300 человек. В отдельном помещении университета даже воссоздана авария. Чтобы эффективно сохранять жизни людей, нужен особый склад характера. Сергей Соболь из семьи потомственных военных. Офицеры в его роду были в четырех поколениях. Окончив альмаматор спасателей, Сергей готовится возглавить один из районных отделов по ЧС. Когда звучит сигнал тревоги, когда бойцы садятся в машину, выезжают, пропадают всякие разные мысли про свою семью, про своих детей. И я думаю, что любой сотрудник МЧС, он думает только об одном. Это спасти человека и выполнить свой долг. Этот день Сергей Соболь запомнит надолго. Сегодня он вместе с группой других выпускников высших военных учебных заведений приглашен во дворец независимости. Пропуском сюда для всех этих офицеров стали отличные успехи в учебе. В рейтинге по уровню безопасности Беларусь в этом году заняла 10 место среди 125 стран мира. Задача новых кадров в силовом блоке поддерживать и даже улучшать этот показатель. Безопасность, она, понимаете, она как воздух. То есть, когда воздуха много, никто не думает о том, насколько безопасность важна. Зная, какую роль отводит государство нашим правоохранительным органам и военной организации государства, наши структуры, они в состоянии обеспечить безопасность, чтобы граждане не задумывались о том воздухе, чтобы им всегда было этого воздуха в достатке. Уже традицией стало, что в начале июля, сразу после главного праздника страны, в Беларуси чествуют людей в форме. Министр обороны сегодня приветствует президента по всем канонам армейского устава. Беларусь проводит миролюбивую и многовекторную внешнюю политику, отстаивая свои национальные интересы. Об этом говорится и в нашей военной доктрине. Ситуация на планете и вокруг нашей страны меняется, поэтому всем этим защитникам Отечества предстоит служить в непростое время. События последних лет показывают, что военные методы по-прежнему остаются в арсенале средств разрешения международных проблем. У нашей страны нет геополитических амбиций. Однако свои национальные интересы мы должны отстаивать всеми доступными способами. Опираясь как на собственные силы, так и на военное сотрудничество с дружественными нам государствами. Хочу подчеркнуть, что без хорошо подготовленных, оснащенных вооруженных сил не может быть суверенной Беларусь. Они призваны обеспечивать территориальную целостность и стабильность государства, адекватно отвечать на возникающие угрозы, откуда бы они ни исходили. Именно вам предстоит осваивать все новое и передовое. Эффективно решать задачи по повышению уровня боевой готовности, обеспечивать высочайшую выужку и слаженность органов военного управления и войск. Многие из вас в сентябре этого года примут участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России «Запад-2017». Это значимый шаг в подготовке вооруженных сил других войск воинских формирований. Совершенствование системы обеспечения национальной безопасности Беларуси. В Беларуси активно проводится оптимизация силовых структур. Одновременно в войска поступает современная военная техника. Все новинки страна и мир смогли увидеть во время парада на День независимости. В их числе и грозные полонезы, уже принятые на вооружение, и мощные кайманы, которые на 90% состоят из белорусских комплектующих. Кроме того, отечественные производители показали и уникальный беспилотный вертолет, единственный в своем классе на планете. Но главная сила в армии, разумеется, это кадры. Сегодня президент вручил благодарности и командирские часы самым достойным из выпускников военных вузов. Военная школа Республики Беларусь находится на очень высоком, даже высочайшем уровне. То образование, которое мы получаем, оно соответствует всем требованиям времени. И позволяет сейчас руководить не только вооруженными силами, но и, наверное, где-то в каких-то областях и государственного управления. На торжественной церемонии во Дворце независимости на самом деле военная элита страны. В одном зале сегодня военнослужащие, правоохранители, разведчики, спасатели, пограничники. Четырем из них президент сегодня вручил генеральские погоны. В почетном списке и заместитель главы таможенного комитета Александр Богдевич. Его ведомство защищает экономические интересы страны. В мирное время это главный фронт. С 1 января следующего года вступает в силу новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза, который направлен на максимальное упрощение работы субъектов хозяйственных, правил перемещения товаров через границу. Особое внимание уделяется, конечно же, Институту электронного декларирования. Наша задача в первую очередь обеспечить должное функционирование всех наших информационных систем. Это, наверное, троигольный камень таможенной политики в настоящее время. Список белорусских генералов сегодня пополнил и Геннадий Лепешко. Путь от простого рядового до такого высокого звания он прошел за 34 года. Старт его военной карьеры начался еще в Суворовском училище. Об этом художественное напоминание в рабочем кабинете теперь уже генерал-майора. Это известная всем картина, где актер Лановой, суворовцы, одевает свою генеральскую фуражку. Мне всегда нравилось по телевизору смотреть парады войск Минского гарнизона. И вот в один из дней я своим родителям сказал, что я хочу быть суворовцем, когда я увидел в очередной раз роту барабанщиков суворовцев. Геннадий Лепешко проходил службу в разных должностях. Сегодня он является заместителем начальника военной академии, курирует профессиональную подготовку офицеров. Крепкого здоровья, успехов, творческих высот, всего самого наилучшего. Спасибо. Самое главное – здоровья. Спасибо. Спасибо. Военная академия – настоящая кузница кадров для белорусской армии. Здесь работают семь факультетов. Занятия с курсантами проводят свыше семи сотен преподавателей. От качества подготовки в этом вузе во многом зависит обороноспособность нашей страны. В рейтинге армии мира Беларусь на 50-м месте. Это хороший результат, по мнению военных экспертов. Здесь в процессе подготовки даются не только общее знание как специалистам, но они готовятся как патриоты своей родины, которые в лютую годину смогут в любой обстановке принять самое оптимальное решение и защитить свое государство и свой народ. «Служу Республике Беларусь» – эта фраза сегодня чаще других звучала в стенах зала государственных наград Дворца Независимости после торжественной части общения в неформальной обстановке. Первый тост за офицеров, которые должны быть достойными защитниками Отечества. «Очень хотелось бы, чтобы в вашей жизни это было хорошим началом и примером для всех, не только присутствующих, для всех тысяч тех военнослужащих, которые призваны защищать нашу землю. Я желаю вам главного – здоровья. Ну и, наверное, немаловажно, чтобы у вас были нормальные тылы, чтобы вы никогда не имели проблем, возвращаясь с тяжелой воинской службы к себе домой. Счастья и успехов вам!» Новые генералы – это еще и наглядный пример для тех, кто только получил дипломы военных вузов. Страна рассчитывает на инициативу и энергию людей в форме. Получить такие погоны в Беларуси не так просто. Конкуренция возросла и звание не обесценилось. Герои этого дня представляют разные ведомства, но цель у всех людей в форме одна – это поддержание безопасности и защита наших национальных интересов. Безобразованных и преданных родине офицеров невозможно сохранять мир, порядок и спокойствие. Это те ценности, которые стали привычными для нас и на которые сегодня в Европе особый спрос. Алексей Адашкин, Елизавета Тертель, Юрий Тихонович и Александр Горбачев. Агентство теленовостей. Агентство теленовостей! Продолжение следует...